Чемоданное настроение. Сезон отпусков стартовал. У большинства россиян сейчас все мысли о долгожданном отдыхе. Как сделать так, чтобы он оставил только хорошее впечатление? Поговорим с Ксенией Беркаловой, юристом Центра защиты прав потребителей Еленой Мачальной. Поток русских туристов за границу в этом году сократился на 40%, а вот спрос на отечественные курорты, наоборот, растет. Это данные Федерального агентства по туризму. Мы решили проверить информацию и спросили у саратовцев, куда они собираются в отпуск. Кстати, давай спросим у телезрителей, где они будут отдыхать этим летом. Это вопрос нашего телефонного голосования. Как всегда, на выбор три варианта ответа. Первая телефонная линия для тех, кто поедет на отечественные курорты. Собираетесь за границу, тогда звоните на вторую линию. Ну и, наконец, третий вариант ответа для тех, у кого отпуска этим летом, скорее всего, не будет. Ну а пока вы думаете, давайте посмотрим, как на этот вопрос отвечали люди на улице. В Россию. А где? В Сочи, скорее всего, поедут. В Сапсе. В Украине. На Байкале. В районе Сочи. Саратовцы подтверждают общероссийскую тенденцию. К сожалению, отечественный туристический сервис еще далек от того уровня услуг, что предлагают на ведущих мировых курортах. Елена, вопрос вам, как специалисту. А что, если купили мы путевку в отель «4 звезды», а на месте обнаружили, мягко говоря, совсем не то, что было на картинке? Ну, если вы уже приехали, и решить проблему не представляется возможным, а покидать данное место вы не хотите, поскольку настроились на отдых, то необходимо составить акт, в котором подробно описать условия проживания, сделать фотографии, закрепить его подписями двух-трех свидетелей и заверить у администратора отеля либо менеджера. И уже после этого, когда вы вернетесь домой, можно обращаться к туроператору с претензией. Потребовать можно перерасчет, если вам была предоставлена более дешевая услуга, чем вы оплачивали. К примеру, жилье за километр от моря стоит дешевле, чем за 100 метров. А также возмещение убытков понесенных и морального вреда. Если ваше требование отказывается турагентство удовлетворять, обращайтесь в суд. Понятно, но это если был договор, если вы покупали путевку в турагентстве, а если как по старинке дикарем поселиться в мини-гостинице или участников? Я бы не советовала, не видя то место, в которое вы планируете поехать, условия размещения и так далее, оплачивать какие-либо крупные суммы. Здесь можно ограничиться небольшой предоплатой, например, за первые сутки проживания. После этого, приехав, уже осмотрев на месте, что вы действительно попали туда, куда хотели и планировали, уже непосредственно расплатиться с хозяином. Ну вот, кстати, ситуация, описанная в интернете. Хозяева хотят заставить вас оплатить сломанный предыдущими жильцами стул. Как быть? Вы можете ничего не платить, здесь действует презумпция невиновности. То есть хозяева должны еще доказать, что это именно вы сломали. А вот что касается вашего имущества, за сохранность ценных вещей, как часто пишут, администрация действительно ответственность не несет. Так, Елена? За ценные вещи, если не заключался отдельный договор хранения, ответственность администрация отеля не несет. То есть, если хранение вещей за него взымалась плата, и это входило в условия обслуживания по договору, то, соответственно, тогда отель будет за это отвечать. Спасибо. В студии у нас были юрист Центра защиты прав потребителей Елена Мачалина и корреспондент Ксения Беркалова. Мы говорили о том, как сделать так, чтобы отдых в России оставил только приятные впечатления. И продолжайте голосовать. Нам важно знать ваше мнение.